Библейский портал экзегет.ру представляет Что ж, приветствую, дорогие друзья, здесь в этом актовом зале Сретенской семинарии. Мы уже с вами приблизились к середине Великого Поста. Сегодня чествуем мы на неделе крестопоклонной воздвижения Креста Господня и, воздвигая его в храме, целую неделю вспоминаем о том, как Господь Иисус Христос за нас отдал свою жизнь. И это и снова и снова нам напоминает о том, что пост — это не время для разгрузки организма от шлаков и голодания по системе Иванова. А пост — это время для глубокого сосредоточенного размышления о путях Господних, о том, какие пути для спасения предлагал Христос и о том, как живу я. Вот я немощный, страстный, ненадежный, сомневающийся, каков мой этот путь. И хотя впервые, как мы знаем, крест поднимался в связи с обнаружением его царицы Еленой и митрополитом Иерусалимским Макарием. И отсюда был установлен праздник, который мы по новому календарю 27 сентября чествуем. Но мы снова и снова выносим крест на середину, чтобы вспомнить о том, что Христос сделал для нас. Вот он за нас претерпел распятие, а глядя на крест, мы себя спрашиваем, а мы ради него что готовы претерпеть. Ну вот, преамбула закончена, теперь мы с вами перейдем, собственно, к псалмам. Движемся мы медленно, но, слава Богу, уверенно. Сегодня мы рассмотрим 32-й псалом, который открывает пятую кофизму. Наши лекции проходят в Срединской духовной семинарии и записывается редакция портала экзегет.ру. Несмотря на то, что он входит в первый раздел псалтыри, а мы говорили, что псалтырь в древнейшем делении состоит из пяти частей, и большая часть из псалмов первой книги, этой пятичастной книги псалмов, имеет заголовки, то есть надписание именем Давида. Так вот, что необычно для 32-го псалма, он не имеет никакого надписания, то есть он не озаглавливается именем Давида. Возможно, данный текст в древности считался частью предыдущего псалма, с которым у него есть сходство в обещаниях блаженств и описание Бога как наставника и путеводителя. 31-й псалом заканчивается призывом воздать хвалу Господу, и этими же словами начинается псалом 32-й. Тем не менее, эти два псалма скорее не были единым текстом в древности, поскольку 22 стиха 32-го псалма имеют структуру акро-стиха. Мы чуть попозже скажем, что это за структура акро-стих. И, следовательно, псалом 32-й имеет свою внутреннюю завершенность, то есть это отдельный текст, а не часть какого-то более крупного текста, как 9-й и 10-й псалмы, разделенного в последующем по литургическим целям на кусочки. Псалом 32-й прославляет Бога как Творца, Судью, Наставника и Спасителя. Благочестивые члены общины призваны воздать хвалу Господу, поскольку Его Слово, право, и все дела Его верны. Он Творец и Хранитель мира. Все живые существа пред Ним трепещут. Его планы определяют историю. И этим планам никто не может помешать. Поэтому счастлив тот народ, которого Он избрал в наследие себе. Небесный Царь наблюдает за всем происходящим на земле и вникает во все дела. Никакие земные силы не могут Ему противостать. Господь присматривает за благочестивыми людьми, питает и защищает их. Членам общины остается только довериться Ему. Он дает веселье сердцу и простирает милость на всех уповающих на Него. Заключительная фраза Псалма возвращает нас к начальному стиху. Она же имеет самое близкое отношение к заключительным словам предыдущего Псалма. «Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все правое сердцем!» Такова структура и основное содержание этого Псалма. Исходя из содержания, можно объяснить место этой песни во всем сборнике гимнов под названием «Псалтырь». Предыдущий Псалом отражает личный опыт покаявшегося израильтянина. Этот Псалом составлен в виде похвального гимна, предназначенного для исполнения в общине верных. То есть он изначально написан как некая коллективная песня, общественная. Разница не только в написаниях, в обстоятельствах написания двух поэм, но и в продолжительности их исполнения. Песнь избранного народа содержит в два раза больше стихов, чем благодарственный гимн одного покаявшегося человека. Рассмотрим теперь последовательность содержания. Я не буду зачитывать стихи, надеясь, что вы самостоятельно следите за текстом Библии. Буду только называть номера стихов, а вы смотрите в текст, ну и слушайте соответствующий комментарий. В предыдущем Псалме, 31.3, речь шла о том, что стыд заставляет человека молчать. 31.3. А в этом Псалме, первый стих, общение с Господом побуждает человека возвещать об этом публично. Стыд побуждает к молчанию, а чувство благодарности побуждает человека, чтобы петь громко ему хвалебные песни. Глагол «радоваться» из первого стиха в разных формах употребляется в выражениях «ликовать об избавлении», «трожествовать». В контексте Псалтыри этот термин означает «ликовать, громко кричать от счастья», «петь радостные песни во всю мощь своего голоса». В третьем стихе встречается очень редкий для религиозной поэзии призыв составить новую песню, исполнять ее стройно при сопровождении восклицаний народа. «Новая песня» — это что-то впечатляющее, чего раньше никто никогда не слышал. Свежий творческий импульс по вдохновению от Бога. Она исполняется под аккомпанемент десятиструнной арфы. Стихи 4-9. Слова у Бога никогда не бывают пустыми. Его слово нераздельно с делом. Все существующее в мире возникло по его повелению. Творение мира — это не необходимость для Бога, это его свободная волеизъявление как творца, как художника. Вселенная носит на себе отпечаток работы единого творческого ума. Изобилие терминов, связанных с этикой, показывает, что Бог для людей нечто большее, чем Создатель. Его любовь наполняет мир, о чем красноречиво свидетельствует термин «хэсэд», обозначающий в русских переводах милость, неизменную любовь, связанную в данном контексте с представлением о завете между Богом и потомками Ноя. Как и в книге «Исход», явление славы Божией было связано с его благостью, добром, помилованием, которые распространяются на всех. Автор 32-го псалма ощущает себя маленькой песчинкой в необъятном мире, но это только увеличивает его энтузиазм в прославлении Творца и в познании его творения. Выражение «он собрал, будто груды, воды морские» напоминает переход евреев через Черное море или через реку Иордан, там потребляется этот же термин, когда вода стала стеной, словно дамбой, и после этого можно было перейти по дну, как по суше. Сюжет с переходом посуху через Черное море и переход евреев посуху через реку Иордан содержит не только аллюзии на одну и ту же идею, но и одни и те же слова и выражения. Бог не только собирает воды Земли воедино, чтобы дать человеку дополнительное пространство для жизни, он определяет место водам небесным, этому небесному океану, в некоторых сокровищницах, в греческом переводе – в кожаных мехах, в неких сосудах, в которых эта вода хранится до определенной поры. Таким небесным хранилищем вод по Иову являются облака. Слово «бездна» в историях о творении мира и о всемирном потопе обозначает рев, непостижимую глубину морской стихии. Этой бездне тоже полагается предел. Небо – это некоторая кладовая Господа, из которой берется вода для посылания дождей на землю. В обеих половинах восьмого стиха речь идет о морских стихиях, которые, несмотря на свою мощь и неукротимость, подчиняются воле Божией. Господь устанавливает им предел, который они не могут перейти. В девятом стихе псалмопевец ссылается на всемогущество Божие, явленное в его творении. Стихи 10-12. Послушная Богу природа – это намек на вопиющее непослушание человека. Советы и мысли людей, которые Господь сводит на нет, противоставляются советам и мыслям Господа, которые пребывают вечно. Какие бы ни были советы и знамения лжепророков, волшебников и мудрецов, они по Исаии сводятся к нулю или неосознанно служат Божию замыслу. Двенадцатый стих – это смысловой центр псалма. Вывод из сказанного раньше и главная тема того, что будет сказано далее. «Народ выбирает Господа себе Богом. В ответ Бог делает народ своим наследником, что означает преемственность передачи землю обетованной из поколения в поколение на протяжении веков потомкам сынов человеческих». Стихи тринадцатый, пятнадцатый. «Власть Бога грозная, но она не является тиранией. Она основана на совершенном знании человека. Бог видит, присматривает, вникает в дела жителей земли. Настойчивое повторение все, всех, всех идет в контраст с узостью человеческих суждений, персональными эгоистическими интересами, незнанием людей, что есть в них самих, что есть в человеке. Семантический анализ выражения «он создал сердца их» дает повод для глубоких толкований. Понятие «всех яхад» может употребляться в следующих контекстах. Единство сердец, вся жалость, двое вместе, все вместе, всякая плоть одновременно. Отсюда «все» или «все» по тридцать второму псалму – это все в равной степени. Это не означает, что Бог создал всех людей одинаковыми, или что Он создал душу людей, образовал их сердца до творения мира, что Он управляет, контролирует людей, держит их за сердце или влияет на формирование их мыслей. Скорее, речь идет об одинаковом понимании Богом всех людей. Об одинаковом отношении Бога ко всем людям в равной степени. Эту идею воплощает в своем переводе создатели-септуагинты. Если буквально перевести 15 стих, может получиться такой текст. «Он один, создавший их сердца, вникающий во все дела их». Здесь акцент делается на том, что Он, вот именно Он с большой буквы, Он один, единственный, кто был творцом мира. Бог, а не стихия, не хаос, явились причиной того, что мы видим гармонию во Вселенной. Стихи 16-17. «Тщетна надежда царя на многочисленные войска, богатырей и боевых коней, если отступит от него Господь». На славянском языке ложь – конь во спасение, добавляет яркость к общей картине. «Ложь» означает «ненадежен», приносит разочарование тому человеку, который полагается только на контролируемые им вооруженные силы. Противопоставление сил Божьих и человеческих ярко охарактеризовал пророк Исаия в следующих словах. Процитирую. «Величается ли секира перед тем, кто ее рубит? И пила, гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево». Думаю, что без лишних объяснений понятен ответ на эти риторические вопросы. Горшок не больше горшечника, который его создал. Повторяющееся выражение «великая сила» из стихов 16-17 противопоставляется тем боящимся Бога и голодным, о которых пойдет речь в следующих стихах. Стихи 18-19. Любовь Божия сопряжена с увнимательным отношением к человеческим нуждам. «Глаз Господень» — это образ бдительности. По святителю Афанасию, «Очи Господни» — это Господня Всевидящая Сила. Он не дремлет ни днем, ни ночью, но когда необходимо, спасает и от голода, и от смерти». 20-22 стихи. Связующее слово для трех последних стихов Псалма — это упование. Оно характеризуется терпением и уверенностью в Боге, жизнерадостностью, осведомленностью в духовной жизни, потому что знать имя Божие означает знать о том, как Бог проявляет себя в истории, знать то, что Бог заповедовал человечеству. Упование нацелено не на подарок свыше, а прежде всего на самого дарителя. Именно такая надежда никогда не постажает по апостолу Павлу. По греческому тексту книги пророка Исаии «У милости Божией есть свои пределы». На это счет святитель Афанасий замечает, что Бог соизмеряет свою милость по весу и числу с достоинством каждого. Богобоязненные люди молят Господа, чтобы Он не спослал им свою милость в той мере, насколько они на Него уповают. Или, как убеждает протерей Николай Вишняков, насколько велика, чиста и крепка будет возлагаемая ими на Него надежда. Итак, конечно же, прилично правым словословить, прилично людям, тем, которые ходят в храм, постоянно Бога благодарить за то, что у нас есть. И соизмерение псалмов 31-32 дает нам понимание того, как и в нашей духовной жизни должны быть расставлены приоритеты. К сожалению, чаще можно в храме встретить просителей. И мы не столько говорим Богу слово «спасибо», сколько говорим непрестанно «дай, дай, 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 подай, воздай, ну, воздай им, плохим людям, а мне подай и защити». Этот псалом акцентирует наше внимание не на самом подарке, а на дарующем. Это то, что в Новом Завете мы встретим через призму родительско-детских отношений, при которых в самой коренной и главной Господней молитве творец всяческих называется отцом. И в отношениях между отцом, сыном или дочерью важен не тот подарок, который принесет отец велосипед, машинку или квартирку, а важен сам отец, потому что без отца не будет и дара. И что важнее в таком случае, само мороженое, которое папа мне подарит на день рождения, или отец, который через мороженое дает о себе знать через ту самую любовь, которую мы чувствуем в этом мороженом. Итак, этот псалом нам дает ощущение библейского богословия. В чем оно, библейское богословие? В том, чтобы мы благодарили Бога, чтобы мы выражали по отношению к Богу чувства громко, не стыдясь, составляли песни в его честь и хвалу. Песням этим нет предела. И хотя мы воспринимаем псалты как завершенный сборник гимнов, который был составлен раз и навсегда, но указание на эту новую песнь в меньшей степени в иудейских толкованиях, в большей степени в христианских толкованиях всегда было поводом для составления новых христианских гимнов, которые в том же духе побуждали бы людей снова и снова на музыкальных инструментах или своим собственным голосом прославлять Творца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok